Всем пламенный салют, друзья! Мелбет Первая Лига приветствует вас в рамках поединка 14-го тура. Чайка сегодня принимает у себя дома КамАЗ, село Пещенокопское, стадион имени Чайки. И два коллектива, которые идут в середине турнирной таблицы в этом сезоне. Такая сказочная история старта Чайки, вот, наверное, к концу первой, третьей. То примерно в 3-5-2, плюс-минус, может, 3-5-1-1 сегодня будет выиграть схема футбольного клуба Чайка. КамАЗ. Илья Купцов сегодня проводит свой второй матч в воротах у Челнинского КамАЗа. Если не считать, конечно же, игру кубковую с ней будет уже целых три. Он под 16-м номером и далее болевые 13-й Валерий Пчевалин, который сейчас находится в российской Премьер-Лиге. Ну, я думаю, лишних слов подтверждения профессионализма не требует. А сейчас штрафной удар в исполнении Чайки. Навес туда в штрафную площадь. И что показывает Рэв? Ну, еще до перестановки в составе. Хабаровская сейчас опасно. Может быть, в штрафной площади. Чайки убирает здесь под себя и делает передачу. Караев лево. Удар по воротам не видит. Как будто бы могло показаться Михаил Штепа этого удара. Но все он прекрасно видел. Прессингует и бежит вперед Александр Хохлачев. В общем-то, сэкономил он силы в матче предыдущего тура. Возможно, как физические, так и моральные в том числе. Хотя, я думаю, и со скамейки было не очень приятно наблюдать за разгромом своей команды. Руку вверх Малеров поднимает. Измора возьмет. Будет ждать минуты эдак до 70-й. И тогда активизируется. Сейчас опасно. Чайка удар по воротам. Мяч вылетает. Из ворот, как мне показалось. Но самое главное, что Герман Коваленко располагался прямиком в штрафной площади. И все прекрасно видел. Попал снаряд в перекладину. Но здесь просто необходимо смотреть. Вроде как футболисты Чайки с шашкой на голо на арбитры сейчас не бегут. В атаке КамАЗ. Передача очень хорошо. И здесь первый выход 1 на 1. Это чисто в мяч сыграно. Здесь, по-моему, даже никто из футболистов КамАЗа никаких. На третью было, хотел сказать. Ну вот, шикарная передача. Но какой подкат, боже мой. Большие надежды в том числе на Малерова возлагаются. Как минимум, как на самого опытного футболиста Чайки. Но сейчас после его передачи состоялась потеря. Хорошая передача. Давид Караев. Давид Караев ждет, когда придут защитники. Выстроиться в линию, чтобы найти коридор для удара. И это выше. Ворот. И стал он голым целого раунда. Не просто матча. А именно всего четвертого раунда Кубка России. Ну, с чем мы, в общем-то, Абдулаеву поздравляем. Здесь еще один заброс. Первым на мяче окажется Дмитрий Танеев. Такой выдал. Ничего себе тут мяч. Мне показалось, что изначально проходил мимо ворот. И уже где-то за линией вышел и прокатился по перекладине. Вот сейчас атака от Чайки. Малеров отдает передачу вправо. Забегает Пелих. Пелих. Прострельная передача. Удар по воротам. Блокируют игроки КамАЗа. Однако вторым темпом удар. Спасает здесь. Просто выручает сейчас свою команду Илья Купцов. Настоящий герой эпизода. Этот мокрый мяч смог он из угла собственных ворот вытащить. Выскрести буквально. Ну, к слову, о плотности турнира на таблице. Да, два поражения к ряду. Вот так могут откинуть команду от верхних топ-5 до... Ну, если не зоны вылета, то риск попадания туда. Да, смотрим за ударом обводящим. Какой шикарный сейв Штепа. Ну, что творит. Вот она Академия. И Локомотивы, и Краснодара. Просто фантастические удары. Давид Караев мяч вводит. Здесь толкаются футболисты. Выбивают снаряд игроки Чайки. И финальный свисток дает Герман Коваленко. В протокол матча между Чайкой и КамАЗом будут внесены сплошные нули.